Из этого получится. Найл Перри. Свежие и быстрые. Возможно, вы помните, что в предыдущей программе я ездил на оливковую ферму итальянского шеф-повара Армандо Перкоока. Так вот, я вернулся, чтобы взять в него еще несколько рецептов. И как раз к дождю. Должен сказать, что это первый дождь за несколько лет. Добро пожаловать. На улице в буквальном смысле льет, как из ведра. А мы собрались здесь, на твоей прекрасной кухне. Спасибо, Найл. Спасибо, что привезли с собой дождь. Прекрасно, правда? Чудесно. Зеленая трава, потрясающая сельская кухня. Я собираюсь приготовить блюдо из бараньей лопатки без костей. Но его можно сделать также из ноги, разрезанной вдоль, или обычной бараньей лопатки на барбекю или в духовке. Это блюдо похоже на итальянское. И сейчас я займусь начинкой. Крупно нарезаем чеснок. Одну дольку. Можно было бы истолочь в ступке, но пусть будет большими кусочками. Да, немного. Теперь соли добавим сюда. Вот так. Петрушка. Можно добавить и другие травы. Тимьян. Отлично. Хочешь, у меня в огороде растет. Можно было бы, но времени мало. Но очень же. Не смеши. Так. Немного изюма. Он даст кисло-сладкий привкус. Что-то ореховое. Кисло-сладкий. Это что-то сицилийское, правда? Ингредиенты действительно сицилийские, так и кедровый рейх. Немного. Это влияние турецкого завоевания, точно, которое было 500-600 лет назад. Поэтому теперь мы используем все эти ингредиенты. Кладем белье в соль. Оно свяжет все так. Маленькую вилку. Вот она. Перемешиваем. Замечательно. Прямо как 300 лет назад на Сицилии. Кстати, я скажу тебе одну вещь. Есть известный неаполитанский рецепт. Из телятины. Рулет. С сочной начинкой. Как у нас. И там больше петрушки. И оно готовится. С луком, и с чесноком, и со свежими помидорами. Очень-очень медленно. Я добавил немного хлебных крошек. Можно сделать начинку однородной, но мне нравятся кусочками. По-деревенски. Вот что мы сделали. Видите? Это была лопатка. Можно попросить мясника вынуть кост. Тоже можно проделать и с ногой, или взять бок. А можно телятину. Все, что хотите. Вот именно. Что я собираюсь сделать? Так, выложить мясо на него начинку. А затем я воспользуюсь открытым грилем. И можно жарить на противне для барбекю, на сковороде. Я просто заверну. Это не совсем начинка. Это скорее приправа. Приправа. Сверху положу какой-нибудь груз. Это может быть кирпич. Но я воспользуюсь сковородкой с ладонью. Чудесно. Она не даст развернуться и поспособствует образованию корочки. Включаем. 10 минут жарим на каждой стороне. Достаточно даже 7-8 минут. А затем пуст постоит. К тому времени, как ты сделаешь карпаччо, все будет готово. Отлично. Немного подсолим. Морской солью. Это потрясающий продукт, правда? Да. Немного масла. А он уже теплый. И на гриль. Ты только послушай. Чудесно. Еще немного соли. Вот и груз. Нужно его уравновесить, чтобы не выливалось. Правильно. Так. Теперь твоя очередь. Спасибо, разреши. Я расскажу немного о карпаччо. Все знают, что это блюдо можно готовить из красной рыбы, из говядины или... Ты же знаешь этих клиентов. Можно мне хорошо прожареное карпаччо. Вот именно. Оно было изобретено Джузеппе Чаприани в Венеции. А карпаччо – знаменитый венецианский художник. Джузеппе хотел отдать должное художнику. Художнику с помощью красного карпаччо. Да, это соотносится с красным цветом на его полотнах. Да, но он использовал свой дизайн, правда, майонез и... Верно, приукрасил майонезом, острой перечной приправой и соусом Уорстершир. Но на самом деле это просто кусочки говядины, и сегодня мы приготовим так называемый теплый карпаччо. Ты покроешь его теплым соусом. Да. Итак, для начала немного оливкового масла. Мы не солим. Верно. Сейчас, нет. Через минуту я покажу, почему. Мы просто кладем на гриль и переворачиваем, чтобы получить красивый цвет, да? Именно мне нужен только цвет и больше ничего. Только цвет. Можно я загляну сюда? Если сможешь. Прекрасно. Отлично. Все как надо. У меня тут прямо серфинг. Да. Еще одно, что касается карпаччо. В ресторане ты не будешь подавать рыбу с говядиной, ведь так? Никогда? Это невозможно. Но разные виды рыбы вместе. Да, разные рыбы вместе можно. Лосось с тунцом, солнечник, тунец, рыба-меч, радужная форель. Верно, все это замечательно. А если готовить из рыбы, например, ты не любишь мясо, ты бы сделал такую же приправу? Нет, такую нельзя. Сейчас я тебе покажу, это же горячая приправа. Верно. Рыба бы в ней сварилась. Вот именно. Нам это ни к чему. Я ведь только хочу добиться хорошего цвета. Я снова берусь за соус. Вот так. У нас есть сковородка. Оливковое масло. Не слишком много. Немного чеснока. Чуть-чуть. Прекрасно нарублено. Это ты здорово сделал. Как ты орудуешь ножом? Конечно. Так цвет изменится. И после этого можно будет добавить грибы. Шитаки. У нас ведь нет белых грибов. Поэтому используем эти. К сожалению, мы не можем слетать в Италию и привезти белые грибы. Поэтому заменим их. Да, мы уже слетали за моцаралу и баку. Совершенно верно. Дважды не получится. Но эти немного напоминают белые. И у них приятный аромат и текстура. Так что неважно. Мясо перевернем другим бочком. И добавляем грибы. Трусящие. Не пережарьте грибы. Это главное. Далее мы добавляем бальзамический уксус. Ты просто разогреваешь и не готовишь. Добавляем бульон, а затем уксус. После бульона. Затем выпариваешь уксус и добавляешь бульон. Вот и все. Ясно. В основе говяжий бульон. Вот именно. Теперь можешь понюхать. Уксус фантастика. Потрясающе. Чуть-чуть соли, перца. Позволь, я помогу. Спасибо. Прекрасно. Вот и все. Как пахнет. Невероятно. Говядина готова. Отлично. Теперь осталось нарезать. И говядина готова. Точно, острый нож. Очень острый. Значит, это не так, как в обычном Карпаччо. Ты не отбиваешь говядину, да? Нет. Вот, смотри. Очень нежная. Очень. Просто красота. А сейчас оно почти комнатной температуры. Ведь когда ты начал готовить, оно уже не было холодным. Да. Вот так. Роскошно выглядит. А, по-моему, дождь перестал. Перестал, к сожалению. Мы можем снова выйти на улицу. Нам нужен еще дождь. Вот в чем беда. Если начнем завтра опять снимать, дождь снова пойдет. Это точно. Это прекрасно. А ты будешь подавать зелень, да? Может, рукколу? Я бы предложил немного рукколы с бальзамическим уксусом. Только не надо пармезан. Никакого сыра. Да, сделай мне одолжение. У нас сейчас привычка. Мода такая в этой стране. Да, пармезан кладут во все подряд. Совершенно верно. А мне не особенно нравится, когда во рту вкус сыра и говядины одновременно. Я не люблю это. Я выяснил, что даже к макаронам не требуется большого количества сыра. Да, макароны нужно приправить, а не задавливать их вкус, верно? Нил, все готово. А на вид восхитительный. Когда я говорил тебе про соль... Да. Теперь нужно немного присыпать каменной солью, верно? Потому что так мы не пересолим корочку. Да, это я и имел в виду. И немного перца. Немного поперчим. Отлично, просто бесподобно. А затем что? Соус? Соус? Позволь, я убавлю, чтобы не подгорело. Вот, пожалуйста. Как я уже говорил, грибы не пережарены. Снаружи, да. Иначе они стали бы мягкими. А нам ведь нужна текстура. Потрясающе. Вот так. Можно и побольше положить. Да, это неважно. Только по краям тарелки. Съедим это, а затем макароны. Можешь съесть сейчас в качестве основного блюда. Основного. Это главное блюдо. Значит, ты взял идею карпаччо, но сделал основным блюдом. Да, вот почему на нем бульон. Немного подливки. И вот что люди, к сожалению, просят. А пахнет хорошо. Прожарить как следует. Скажи, как это можно сделать? Зачем прожаривать? По-моему, вкус будет совсем другой. Конечно. Это замечательно. Все, блюдо готово. А, по-моему, нужно еще несколько минут. Пусть постоит. Пусть постоит. А мы пока его отведаем. Тоже так думаю. А потом посмотрим, что там творится. А потом вернемся и посмотрим, не пошел ли дождь снова. Равновесие между бальзамическим уксусом и бульоном и немного соли. И текстура грибов. Верно. К сожалению, в ресторане люди пользуются ножом и вилкой. А я думаю, лучше всего есть руками. Как известно, и 300 лет назад. И 100 лет назад. Вот, например, в Неаполе спагетти лели руками. А сколько людей в Индии говорят, ешьте руками. Руками. Нужно пользоваться руками. Не важно, правый или левый. Без разницы. Это невероятно вкусно. А мы вернемся через минуту, чтобы разрезать барашка. Говяжье филе, грибы шитаки, бальзамический уксус, крепкий говяжий бульон, чеснок, соль и перец, оливковое масло. Первого отжима. Итак, у меня есть барашек. Он уже постоял 15 минут. До этого 20 минут жарился. И поскольку он совсем молоденький, подаю его в полусыром виде. Лопатку постарше. Как и грудинку, надо готовить немного дольше. Да. Сейчас я разрежу мясо, и вы увидите, какого оно приятного розового цвета. Это потому, что оно достаточно постояло. А сверху замечательная корочка. Да. Это хорошо. Коричневая. Сильно зажаренная. Отлично. Срезаем немного с одного конца. Видите, какое мясо. Молодой барашек, это потрясающе. А я люблю молодого барашка. Полью немного бальзамическим уксусом. Отлично. Совсем немножко. Чтобы добавить резкости. Резкости. Немного оливкового масла. Немного. Мне очень нравится, как ты поливаешь блюдо маслом в конце. Еще чуть-чуть соли. Да. Я не солил сильно во время готовки. Это для текстуры. Да, сверху. Прекрасный барашек. А теперь мне нужен большой бокал вино. Бог мой, у меня есть отличные вина. Потрясающе. Вино, барашек, армандо. Что может быть лучше? Баранья лопатка, чеснок, итальянская петрушка, изюм, жареные кедровые орехи, яйцо, хлебные крошки, бальзамический уксус, соль и перец, оливковое масло первого отжима. Кедровые орехи называют также индийскими орехами, пиньоли. Это семена кедра, растущего в Средиземноморье. Одно удовольствие на запах и на вкус. После перерыва я отправлюсь на ферму в Порт-Макуари, чтобы самому приготовить из макарон блюдо, на которое меня вдохновила Армандо. Пенна с артишоками, панчеттой и спагетти-боланьеза. И вот у нас получилась прекрасная боланьеза, рогой свинины и говядины со спагетти. Свежая и быстрая. Нейл Перри, свежая и быстрая. Порт-Макуари расположен на северном побережье Нового Южного Уэльса. Он известен благодаря своим прекрасным пляжам и плодородным землям. Более 10 лет назад мой деловой партнер Триш создала здесь ферму, чтобы выращивать свежую зелень и овощи для наших ресторанов. И тут есть великолепная кухня. Еще одно простое блюдо быстрого приготовления из макарон – это артишок из панчетты и пенны. Я использую свежие артишоки, которые очистил и прокипятил в течение 20 минут. Но можно класть и консервированные, чтобы было еще быстрее. Для начала я поставлю на огонь воду, сильно подсоленная вода, макароны хорошего качества, ствердые пшеницы, около 500 граммов на 4-х человек. Я буду варить их около 8 минут, потому что хочу добиться эффекта аль денте. Как следует перемешаем и прибавим огонь. Для соуса не пригорающая сковорода, а лиховое масло первого жима. Его цена окупается. Нагреваем. Теперь панчетта. Нарубим ее покрупней. И на сковородку. Пусть она размягчится и придаст вас лукопченый привкус. Немного морской соли. И пока это жарится. Нарежем еще артишоков. Свежих артишоков чудесный рецовый аромат. А что касается консервированных, не используйте те, которые в ростоле. Блюдо будет пересолено. Можно взглянуть на панчетту, которая напоминает копченую ветчину. Только она делается из брюшной части свиньи. Солится и сушится. Итальянцы используют ее во многих блюдах. Она хороша еще и тем, что может долго храниться в холодильнике. А если у вас есть панчетта, а к ней помидоры и чили и оливковое масло, вы можете готовить множество блюд. Теперь я нарежу чеснок. Очень тонким. На сковородку. Добавим крошки чили. Убавлю огонь, чтобы чеснок не подгорел. И я закончу нарезать артишоками. Видите, довольно крупно. Я хочу, чтобы из них получилось что-то вроде соуса. Так, на сковородку. Это блюдо хорошо тем, что можно использовать самые разные овощи. Итальянцы часто готовят на оливковом масле. Овощи, чили, иногда добавляют анчоусы. Чеснок, конечно, можно и панчетту или ветчину. Получается отличный соус. А в конце я полью лимонным соком и поперчу. Немного свежего тимьяна. Не перестарайтесь. Осталось только выжать лимон. Потом добавить макароны, перец и готово. Затем петрушку и немного пармезана. Это все в конце. Сливаем макароны. Встряхиваем. Много жидкости оставлять не нужно. Хотя она помогает сформировать соус. Кладем пенны. Не забывайте, главное – это сами макароны. Все отлично перемешалось. Макароны будут великолепными. Можно добавить масло, тимьян, панчетто еще. Так, теперь я посыплю свежим перцем и полью соком одного лимона. Просто, но очень вкусно. Осталось натереть пармезан сверху на наши макароны. Макароны будут готовиться в соусе еще некоторое время, буквально две минуты. Поэтому варить их достаточно в течение восьми минут. Немного крупно нарезанной петрушки. Для цвета, для слабыха. Отлично и получится. Свежие макароны. Одно удовольствие. Восхититель. Пальчики оближешь. Запах. Пенны, панчетто, чеснок, крошки чили, артишок, тимьян, лимонный сок, сыр пармиджано-риджано, петрушка, соль и перец, оливковое масло. Первого отжима. Артишок – это чертополох. Он принадлежит к семейству сложноцветных. Сам артишок – это бутон. Сейчас я жарю овощи, дающие аромат в оливковом масле. До коричневатого оттенка. У нас есть копченый бекон, морковь, сельдерей, лук и чеснок. Все для того, чтобы обогатить вкус масла. Я готовлю рагу, которое представляет собой классическое итальянское блюдо из мясного фарша с макаронами, иными словами, балуньезы. Я делаю его наполовину из свинины, наполовину из говядины, жирная свинина добавит плотности. Итак, я жарю фарш, пока он не пустит сок и не поменяет цвет. Потом добавлю еще соли, хотя я солил овощи. Как только появится нужный цвет, попозже. Добавим немного вина, добавим тимьяна, а затем томаты в собственном соку, и пусть тушатся потихоньку. Для классического рагу часто используют томатную пасту. Но я предпочитаю помидоры, потому что от них запах не такой сильный. Видите, какой получается цвет? Соуса будет не так много, как раз достаточно для макарон. Я почти добился нужного цвета. А пока соус будет доходить на медленном огне, приготовим макароны, классические тольятели или спагетти. Обычно именно эти два вида используют для баланьезы, но можно любые. Выглядит отлично. Чашечку красного вина. Теперь оно должно выпариться. Останется только привкус и запах. А затем добавим томаты. Это еще один соус, где томаты являются базовым ингредиентом. И так режу прямо в банке щепотку тимьяна и помидоры. И тушим 20 минут. Будет все хорошо. Будет замечательный соус. Ну вот, макароны я сварил. Сливаем. Так. Теперь смешиваем как следует с соусом, чтобы все было как одно целое. чтобы соус и макароны подружились хорошо. Теперь наше рагу будет просто таять во рту. Так, как я уже говорил, лучший способ подать макароны на большой тарелке или блюде положить щипцы. И все будут щипцами накладывать себе. Это настоящее семейное блюдо. Натрем пармезан. Благодаря ему ваши макароны будут на вкус лучше ресторана. У нас получилось отличное рагу болоньезе из свинины и говядины со спагетти. Спагетти. Копченый бекон шульц, говяжий фарш, свиной фарш, лук, чеснок, морковь, сельдерей, красное вино, томаты, тимьян, пармиджана, рижана. Слово спагетти происходит от итальянского спагу, что означает нить. В следующей программе мы отправимся снова на остров кенгуру за морскими ушками с морским укропом. Отличное морское ушко, такой прекрасный вкус. А также запятнистый селагой по-сицилийски и карри из лангуста. Композитор Энди Сайдари, оператор Грег Конг, продюсер и режиссер Майкл Робинсон. Фильм озвучен по заказу ЗАО Первый канал Всемирной сети. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова